доброго дня я сейчас в тбилиси возле тюрьмы для особо опасных преступников номер 9 здесь находится еще наши трое украинцев украинских добровольцев задержанных 4 находятся в тюрьме матросской это в тбилиси и непосредственно здесь тюрьма так называемая руставить сегодня наконец-таки после посещения очередного посольства украины в грузии сюда вернее в тюрьму сначала тбилиси приедет консул украины сюда при этом завтра к сожалению за все эти дни больше восьми дней прошло они явились ни на суд не на ребятам не поинтересовались их здоровьем посол выделил в том числе украинскую литературу для того чтобы передать хлопцам до сих пор в общем то пока еще следствие не проводила дактилоскопическая экспертиза я уже показывал выкладывал своем фейсбуке те ржавые пистолеты и какая-то моток проводов куклы вуду которые нашли у них гостиницы как я уже говорил сейчас есть абсолютно серьезное основание считать что это провокация которая заранее готовилась и который участвовал к сожалению представители банковой потому что нашли так называемое оружие гостиницы у ребят куда был доступ и портье и администратор они ключи оставляли на рецепции самого начала за ними от аэропорта где естественно никакого оружия нельзя было провести велось видео с постережью и следствие так и не смогло указать откуда же они это оружие взяли сразу же после этого пошли заготовленные обвинения к сожалению представители власти украины не отреагировали на задержание украинских граждан их не цикавили украинские добровольцы которые защищали украину в 14 15 16 годах рисковали своей жизнью их не цикавили их дети их жены они сразу же начали выходить в эфир с заявлениями о том что арестован семенченко от семенченко очень цикавил на людей им было плевать сделать такое заявление бирюков советник президента киева советника вакова и после того когда выяснилось что никто меня не арестовал не задерживал они тут же начали отрабатывать все это назад рассказывать что они такого не говорили хотя это пошло уже по всем телеканалам со ссылкой на них после этого не запустили другой фейк они запустили фейк что я пользуюсь дипломатическим паспортом их бросил сбежал но потом стало ясно что я тоже нахожусь белисе и почему-то выполняю функцию вместо нашего консула я был вынужден остаться здесь потому что наше посольство их не цикавило самое что интересное что у нас средства массовой пропаганды и боты в интернете сразу стали делать из украинцев просто найти тех кем являются наши мажновладцы цинников и негодяев потому что существует закон дипломатической службе и существует инструкция посольству что делать данных случаях любой гражданин попавший в такую ситуацию должен пользоваться помощью посольства это они должны позвонить родственникам они должны связаться с правозащитниками они должны узнать есть них адвокатов какое их состояние здоровья не нарушается ли права ведется ли следствие нет ли нарушений и прочее прочее ребята объявили голодовку к сожалению консула не было ни на суде консула не было ни на связи с родственниками сейчас слава богу лучше поздно чем никогда они наконец-таки поехали и я это приветствую вернемся к описанию ситуации сразу после того когда начались заявления о том что задержали семенченко они начали отрабатывать обратно и посылать сигнал о том что я там их бросил сбежал я принципе вижу эту тактику на протяжении последних четырех лет мы собираем самооборону в донецке и и пытаемся отразить выступление орков тогда еще сепаратистов внутри донецка бросил сбежал мы мы начинаем собирать батальон донбасс и принимаем первый год под бой под каловка бросил сбежал иловайск дебальцева блокада блокада номер два грушевского везде бросил и сбежал это специальный прием который используется для того чтобы дискретировать лидера для того чтобы люди ему не доверяли к сожалению у нас есть проститутки в погонах это люди которые как только мы начинаем что-либо делать выходим на грушевского с протестом антикоррупционным выходим на блокаду сразу начинают по телевизору рассказывать что они якобы батальон донбасс они осуждают они хорошие все остальные негодяи мародеры использование подобных вещей в политических целях я могу понять однако к сожалению однако к сожалению опять же забывают про людей у всех шестерых украинцев и грузинского добровольца которые здесь находятся есть жены есть дети есть родственники и про них очень часто забывают украинцев приучают тому что если объявили в соцсетях кого-то бандитом если начинают задавать вопрос а что они тут делали то это значит что может посол может консул с ними не встречаться любая демократическая страна она поэтому и демократическая потому что здесь государство заботится о людям внутри страны и вне страны к сожалению и лава из дебальцева показатель того как государство относится к своим добровольцам котел один почти котел второй только бога героизм украинских висковых который не случился сейчас тбилисский история это тоже показатель того как к сожалению можно власться к тем кто и защищал 14 16 году опасных людей к опасным людям так вот абсолютно вырисовывается что все это провокация которая участвовала активно банковая участвовал активно медведчук целью которых было первое дискретировать оппозицию внутри страны грузии приписав их украинских снайперов украинских боевиков какие-то злые замыслы вы вспомните начало года точно также нас пугали на грушевского грузинскими снайперами точно также рассказывали что грузинские снайпера работают на нашем майдане это якобы они стреляли это задача нейтрализовать оппозиционных политиков внутри украины дискретировать и эта задача уничтожить посадить тюрьму посадить тюрьму тех людей которые не просто для власти опасны они активны они выходят на каждый протест они хотят чтобы жертвы их товарищей которые погибли на майдане погибли на фронте были не напрасными чтобы мы все-таки построили ту державу которую мы на майдане первое увидели в которой люди могут достигать своего не будучи родственникам депутата родственникам чиновника судьи а просто своим трудом чтобы не нужно было эмигрировать отсюда чтобы висковой была уважаемая профессия чтобы не было такого тотального родства а держава была действительно заможна и этих людей уже один раз посадили пытались посадить тюрьму по придуманным обвинениям начале восемнадцатого года после грушевского им рассказывали что у них оружие что они там по задаче курченко готовили переворот прошел год и это не подтвердилось и здесь пытаются прокрутить точно такую же историю мы наших украинцев не бросим я надеюсь что посольство раз уже начали посещать наши хлопцев будут выполнять свои обязанности будем работать с адвокатами у них сейчас есть все что нужно я думаю что все должно быть нормально приезжают уже их родственники и самое главное чтобы не было кто бы кем кого не считал если человек попал в беду если он украинец его захватили в заложники как на судне фаина если вы помните больше 10 лет назад либо он попал в такую беду держава должна за него беспокоиться за него заботиться это и есть часть одной из тех требований ради которых собирались майданы ради которых делался первый майдан чтобы человек был человеком внутри одной страны они просто придатком государственной машине хлопцев не бросим будем информировать о том что происходит родственникам я понимаю что вы очень волнуетесь но я уверен что все будет хорошо слава украине